Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала! Давайте сегодня восстановим, во-первых, на оси событий несколько критически важных точек для ясного понимания хронологии. Во-вторых, обратимся вот к этой книге «Убить Чарскую. Парадоксу советской литературы для детей». И скажем несколько слов, совсем чуть-чуть, почему детская литература нам интересна. Итак, по предыдущим выступлениям вы уже знаете, что 20-е годы и начало 30-х стали суммой следующих событий. С 1922 года начинается централизация цензуры и переход ее от ведомственного к государственному этапу. В 1925 году принимается резолюция о политике партии в области художественной литературы. В 1932 году выходит постановление о перестройке литературно-художественных организаций, согласно которому Ассоциации пролетарских писателей должны были быть ликвидированы. 1932 год таким образом очень важен тем, что именно с этого момента вектор указывает только в одном направлении – унификации всех процессов. До этого мы с вами говорили об отставании губернских организаций по ведению документа оборота, по установлению цензуры и так далее. Мы с вами обсуждали, что отношения Ассоциации пролетарских писателей в Саратове с пролеткультом носили не такой характер, как, например, в Москве. Так вот, после 1932 года любые отличия Саратова от Москвы, Рязани от Кузнецка и так далее становятся невозможными, поскольку для этого исчезают условия. Все литературное дело поставлено на одни рельсы. Свернуть куда-либо нельзя. Поезд проедет лишь там, где проложен путь. Согласно постановлению, все писатели должны были войти в единый союз советских писателей. Таким образом, когда мы с вами говорим о каких-то творческих экспериментах 20-х годов и начала 30-х, как правило, не выходим за финишный створ 1932 год. Создание единой организации Союза советских писателей не предполагало экспериментаторскую деятельность. Теперь о книге. Почему нужно убивать Чарскую? Дело в том, что Лидия Алексеевна Чарская – необычайно популярный детский автор начала века. И вы прекрасно понимаете, что если нужно создавать новую советскую литературу для нового читателя, старые авторитеты могут помешать. Ведь если ребенок читает что-то, написанное до революции, будет ли он доверять новой информации, полученной в современной книге? Не получится ли так, что он на словах увлечен тем, что ему говорят в школе, приходя же домой, читает совсем другое? Литература для детей – очень важный фронт, на котором нужно одержать победу. Убить Чарскую, несмотря на ее женственность и мнимую воздушность, было не так легко. Это слова, которые произнес Маршак на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Заниматься детской литературой 20-х годов нужно, таким образом, по ряду причин. Необходимо понимать, действительно ли эта литература была относительно свободной от идеологического контроля в указанный промежуток до 1932 года. Как пишут некоторые авторы, нужно разобраться, чему учили ребенка, в какой форме, насколько это отличалось в 20-е годы от того, что писали для детей в 30-е годы и позднее. Довольно интересно и то, что именно детская литература стала полем противостояния разных сил. Мы с вами из предыдущего обзора уже знаем, что госиздат очень долго сохранял за собой право вмешательства в книгоиздательский процесс, несмотря на то, что цензурные функции были переданы главлиту. Мы с вами прочитали слова, написанные черным по белому. Госиздата и цензура на год задержали книгу. Учитывая, что книга вышла в Самарской губернии, это означает, что надзор госиздата над деятельностью провинциальных издательств продолжался и осуществлялся отдельно от цензуры, проводимой главлитом. И сегодня мы добавим к этим знаниям и другое. Эти две организации, госиздат и главлит, оказались в антагонистических отношениях. Одна разрешала к печати то, что было запрещено другой. Это видно на примере детской литературы. Например, госиздат возражал против запрета книги «Змеиное яблоко» Заболоцкого, осуществленной главлитом. Теперь, когда мы немного восстановили общий контекст, обратимся к книге. Со страницы 88 по 95 в статье Трофимовой проведены сведения о послереволюционном творчестве Чарской. Автор полагает, что критикует только популярных писателей и причину желания убить писательницу связывает с ее успешной творческой реализацией. Помимо очевидных причин, некая сентиментальность Чарской, то, что это был определенный характер девочковой литературы. Автор полагает, что Чарской удалось нанести удар и по патриархальным традициям. С 96 по 109 страницу проведена история журнала «Барабан», одного из первых советских периодических изданий. Со 135 по 151 страницу проведена статья, которую необходимо знать всем нам, кто хочет заниматься саратовской литературой. Это статья «Вратарь республики Кассиля. К проблеме спортивного формата в советской детской литературе». Автор полагает, что под воздействием переводной англо-американской и французской литературы у Кассиля сформировалась особая эстетизация спорта, в частности футбола, и рассматривает ее в своей работе. В статье «Пионерская билетристика», я сокращаю название, приводится очень важная информация о тиражах детской литературы. Кроме того, чрезвычайно важно для нас, там указано произведение Гумилевского, которого мы считаем саратовским автором, рассказ «Лушина. Воля». Одна из статей посвящена формированию общих принципов рассказа о Ленине детям. Есть статья, посвященная Хармсу. Таким образом, вот вкратце, что мы можем найти в этой книге. Жду ваших обзоров, посвященных тому, что вы прочитали. Всего доброго!